Снегоход Буран неизвестно какого года, мне кажется, он даже старше меня. Попробую его завести. Ну, пусть не на оленях, так на снегоходе мы поедем, мы помчимся, сегодня на крайний север. Что я, леший и знаток природных тайн, забыл в этих краях, скоро узнаете. Тем более путешествие сюда закономерно грозит обернуться настоящим приключением. Ну что, готовы? Вот она, тундра. Кажется, это просто голая земля. Ни лесочка тебе, ни кустика. Ну, чего тут искать? Впрочем, не торопитесь с выводами. Сегодня вы узнаете, как отличить чернику от голубейки. Где найти гигантский гриб под карликовым деревом. И чем полезен ягерь. Север, воля, надежда. Земля без границ. Пел когда-то и про эти места Владимир Высоцкий. И пусть, на самом деле, до границы тут буквально рукой подать, что норвежской, что финской. Дышат тут и правда вольно. На сотни километров вокруг только сопки, камни, дымхи. В каждой программе я выбираю один биотоп и рассказываю вам о том, какими дарами природы он может быть полезен. Вот и сюда, на крайний север, я прилетел не для того, чтобы вернуться домой с пустыми руками. Но что ценного можно найти в этих суровых краях? Это сегодня и предстоит мне узнать. Но сначала я предлагаю познакомиться с тундрой поближе. Тундра – это лишенная древесной растительности. Равнина расположенная севернее таежного и лесотундрового пояса. Это вот общее определение. А почему рано или поздно тайга сменяется тундрой, если мы двигаемся с юга на север? Зависит это от глубины залегания вечной мерзлоты. Она имеет свою климатообразующую роль. Чем ближе мы движемся к северу, тем мерзлота залегает выше. И на каком-то этапе мы, наконец, попадаем в тундру, где деревья не растут вообще. И основным фактором здесь является именно близость вечных мерзлотных льдов. Итак, особенность тундры заключается в том, что при относительно небольшом количестве осадков вечная мерзлота и маленькое испарение не позволяют воде уходить далеко. Воды тут много, но она труднодоступна растениям ввиду низких температур и слабой ее, то есть воды, минерализации. Прибавьте к этому достаточно холодный и непродолжительный период вегетации. И вы поймете, почему растительный мир в этих широтах весьма скуден. И даже тем организмам, кто сумел приспособиться к здешним экстремальным условиям, приходится нелегко. Считается, что климат в этих краях субарктический, но зимой тут не так холодно, как может показаться на первый взгляд. Теплое атлантическое течение, омывающее Кольский полуостров, летом охлаждает воздух, а зимой, наоборот, прогревает его. Другое дело, что зима тут длится с октября по май, а почвы до того скудные, что хозяйство вести просто невозможно. Все равно ничего не вырастет. Летом тундра идеальное место для сбора ягод и даже грибов. А зимой тут делать попросту нечего. Вот люди и уезжают в регионы поюжнее. А я, леший, наоборот, на время наведался сюда, хоть путь и был совсем не близкий. Кажется, что мне тут делать? Но лес в этих местах тоже есть, пусть и не совсем обычный. К слову, когда-то именно такие ландшафты доминировали по всей Северной Евразии. А назывались они тундра-степь. В тундре-степи было, как в степи, сухо, и, как в тундре, холодно. Водились в ней в основном мамонты, покрытые толстой шкурой и густой шерстью. А также шерстистые носороги, сайгаки и степные бизоны – дальние предки наших зубров. Но на исходе ледниковой эпохи температура на планете стала расти, и южная часть мамонтовой степи превратилась в саванны. Слоны, теперь уже лишенные шерсти, выжили только там. А северная часть степи с ростом осадков приобрела форму нынешней тундры с ее мхами, лишайниками и скупой растительностью. Что же до леса? Внимание на экран! Возможно, один из главных символов тундры – это карликовая березка. Вот она какая! Я сейчас буквально иду по березовой роще, но она мне достигает максимум колен. Тут, в тундре, ощущаешь себя, как великан в стране лилипутов. Обычно она буквально стелется по камням. Сока по весне, конечно, из такой березы не собрать, но вот поедается она неплохо оленям, а ее сережки и почки – птицами. Листья – это растение имеет очень похожие на привычные нам березовые, но только они крайне миниатюрные и более круглые. А поскольку лето короткое, то цветет карликовая береза еще до того, как они распустятся, не теряя, так сказать, драгоценного времени. Вот такой карликовый лес в народе обычно называют ерником. Что интересно, карликовой бывает не только береза, но и сосна. Ее еще называют стланником, а также ольха и ива. Причем карликовая ива, в отличие от березы, это не дерево, а кустарничек. И вы не ослышались именно так – кустарничек. Не путать с кустарником. Слово это – отдельный научный термин, который означает особую форму деревянистых многолетних растений. Они не имеют основного ствола и ветвятся прямо от корня. Растет карликовая ива ближе к воде. Поедается в этих краях в основном оленями и куропатками. А высотой бывает даже ниже карликовой березы. Впрочем, в карликовости местных растений есть и свои положительные стороны. Тем более, в карликовом лесу тоже растут грибы. И совсем не карликовые. Одно из главных преимуществ тундры – собирать грибы тут намного проще. Видно-то их издалека. Это в Подмосковье грибы растут под деревьями. А тут, в тундре, деревья под грибами. И вот передо мной целая семейка желто-бурых подосиновиков. А вот карликовая березка. Многие думают, что подосиновики должны расти подосинами. Ну, судя по названию. А на самом деле, вот этот желто-бурый подосиновик растет исключительно в симбиозе с березой. В тундре с карликовой березкой. Но от этого он хуже не становится. Причем грибы тут, в отличие от средней полосы, обычно абсолютно чистые. Даже следов червяков нет. Грибной комарик до сюда долетает с трудом, чтобы отложить свою личинку. Грибные комарики или сцеориды, как их еще называют, это двукрылые насекомые, чьи личинки живут в земле и питаются мицелием. Как правило, именно они бывают виноваты в том, что грибы, которые мы собираем, червивы. В тундре они выживают плохо, поскольку их размножение тут ограничено низкой температурой. Высокой солнечной радиации, коротким летом и значительными колебаниями относительно влажности воздуха. Чего не скажешь о здешней растительности, хорошо адаптированной к перечисленным напастям. К кустарничкам на редусивой относятся и черника. А здесь ее очень много. Что интересно, в тундре черника обычно растет на восточных склонах. Весной эти склоны оттаивают первыми, и за короткое лето ягоды успевают не только вырасти, но и созреть. Черника вообще легко переносит даже самые сильные морозы. Любит кислотные, бедные почвы, а обилие солнечного света – одно из главных условий ее цветения и плодоношения. На западных склонах черники растет значительно меньше. Так что путнику, затерявшемуся в тундре, эти кустики могут служить неплохим ориентиром. Чернику я показывал вам и в наших предыдущих лесных сериях. Но представьте, как приятно мне, лешему, встретить эти типично наши лесные ягоды здесь, на Чужбине. Интересно, что в английском языке для этой ягоды отдельного имени нет. Блюбери – так за океаном называют и чернику, и голубику. Что не странно, эти ягоды мало того, что принадлежат к одному семейству, они еще и правда очень похожи. И все же отличить их несложно. Надо просто раздавить ягоды пальцами. У черники темно-синий сок, и он сразу окрашивает пальцы. А у голубики сок абсолютно бесцветный. Впрочем, лес и тундра живут по совсем непохожим друг на друга законам. Растения в тундре не бывают большими. Они, как правило, не имеют глубоких корневищ и предпочитают растение вверх, а стелиться по земле, и это неспроста. Причиной тому все та же вечная мерзлота и очень неглубокий плодородный слой. Впрочем, чтобы повысить свои шансы, многие из растений избрали один нехитрый, но очень эффективный способ выживания. А именно, держаться вместе. Травы и мхи в тундре часто растут вот такими кочками, образованными из сплетения их корневищ и отмершими прошлогодними стеблями. Биологи называют такую форму организации подушкой. Как правило, она состоит не из одного, а из нескольких видов растений. Злаков, мхов, водорослей и даже грибов. Несмотря на то, что тундры по своему составу бывают очень разные, и конкретный букет растений, растущий вот на такой подушке, будет отличаться от местности к местности, стратегии выживания здешние растения выбирают очень схожие. Что и позволяет нам говорить о тундре как о едином явлении, а не просто случайном наборе биоцинозов, характерных для северных широт. Если мы будем прочесывать тундры побережья Ледовитого океана, это не будут в разных местах точные копии друг к дружке. В состав их может быть разный растительный, но очень сходные почти всегда какие-то растения всегда там есть. Обязательно. Характерная особенность тундры, наверное, это большое количество мохово-лишайниковых видов, которые образуют, собственно говоря, покров тундры. Туда же примешиваются злаки, туда же примешиваются осоки, различные кустарнички и карликовые деревья, карликовые кустарники. Ну и преобладание того или иного, оно зависит от конкретных условий в конкретном участке тундры. То есть мы можем увидеть качкарниковые тундры, где будет много осок, например, расти. На северной оконечности острова Сахалин это не так, чтобы уж какое-то заполярье. Там, помимо качкарниковых тундр, мы встречаем еще и стладниковые тундры, которые образованы, основная образующая порода – это кедровый стладник. Что ж, пусть в зависимости от конкретной местности тундры могут отличаться друг от друга. Но вот одно растение сопутствует тундре практически всегда. Догадаетесь, о чем речь? Ягель, по которому я сейчас буквально иду, – типичный лишайник или микробионт. Его организм состоит из симбиоза водорослей и грибов. А еще ягель – ценнейший корм для местных оленей, в рационе которых, в зависимости от сезона, он может занимать до 70-80%. Ягель не только богат углеводами, белком и клетчаткой. Еще он содержит витамины А и С, а также устниновую кислоту – вещество, которое образуется исключительно в результате метаболизма, специфичного для лишайников, и не синтезируется ни одним другим живым организмом. Как известно, устниновая кислота обладает противовирусным, анальгетическим, противотуберкулезным и инсектицидным свойствами. А время ее наибольшего содержания в лишайнике зависит от количества солнечного света, поскольку сама эта кислота, чьи молекулы хорошо поглощают ультрафиолет, используется лишайником именно в роли солнцезащитного средства и вырабатывается только при его обилии. Людьми ягель в пищу никогда не употреблялся, но сравнительно недавно из него придумали делать сладкое лакомство. И оно у меня есть. Что для этого нужно? Всего лишь сладкий какой-нибудь сиропчик и ягель. Вот у меня ягель черничный и ягель морошковый, желтый. Кстати, собирать ягель, если вы решитесь сделать вот такое лакомство, надо после дождя. Во время сухой погоды ягель хрупкий, и он просто во время сбора покрошится. О том, как приготовить такой северный десерт, я еще расскажу. Что же до самого ягеля в переводе саамского это слово значит лишайник? Почему саамского? Потому что именно они, саамы, являются коренным финно-угорским народом этих мест. Известные в русских летописях и шведских сагах под именем Лапарей, когда-то они населяли весь север Скандинавии и Кольский полуостров. Кстати, именно от названия их народа происходит скандинавский термин Лапландия, где, по легенде, живет Санта-Клаус со своими оленями. Саамы, собственно, и занимались здесь оленеводством, пока их тихий и патриархальный быт не оказался почти разрушен пришедшей в эти места цивилизации. Впрочем, с тех пор тут, в Кольской тундре, многое изменилось. Когда-то местные по тундре передвигались на оленьих упряжках, а теперь вот на таких драндулетинах. Снегоход Буран неизвестно какого года, мне кажется, он даже старше меня. Попробую его завести. Не с первого раза заводится. Ну, еще, по-моему, чуть-чуть. Вот так. И пусть для меня, человека лесного, это новый опыт, стоит признаться, он весьма увлекательный. Тем более, что не только для поездок по снегу годится в Арктике снегоход. По заболоченным низинам без него тут порой тоже не пробраться. Особенно, если болото не слишком глубокое, а поверхность его покрыта камышом и дерниной. Впрочем, цивилизация стала причиной не только того, что на смену мохнатым оленям здесь пришла железная конница. В чем может быть и нет ничего дурного. Влияние ее на хрупкое равновесие тундры, к сожалению, далеко выходит за границы без обидных технологических новаций. И вот почему. Всемирные потепления, вызванные накоплением в атмосфере парниковых газов, в первую очередь углекислого, СО2 и метана, угрожают северным тундрам даже больше, чем южным странам. Пусть выбрасываются в воздух они за тысячи километров отсюда, последствия этих выбросов касаются этих диких мест напрямую. Дело в том, что прогревается земной шар неравномерно. Полюса делают это быстрее, чем экватор. Так что даже при умеренных значениях, в целом по Земле, на здешних ландшафтах потепление сказывается сильнее, местами приводя к катастрофическим последствиям уже сейчас. Потепление, скорее всего, продолжится. Что произойдет с тундрой? Без сомнения, на каком-то этапе тундры превратятся в болото. Связано это с тем, что мерзлотные льды тают, тундра превращается местами просто в такую кашу, суспензию, почвенно-водяную. Естественно, там будет меняться флора, естественно, будет меняться фауна, и мы будем наблюдать заболачивание тундры. Как долго просуществуют эти болота, сказать однозначно нельзя. Дело в том, что по мере таяния этих мерзлотных льдов мы наблюдаем еще и такое странное явление, как сокращение водоемов в тундре. То есть озера, основанием которых являются как раз мерзлотные льды, то есть водоупорным горизонтом являются мерзлотные льды. Эти озера сейчас буквально на наших глазах они исчезают. Итак, глобальное потепление – вовсе не выдуманная проблема, как хотелось бы верить некоторым, а реальный процесс, кстати, который тут, в Арктике, вполне можно наблюдать воочию. А вот и первые признаки перемена климата. На обочине дороги растет ива. Причем не карликовая, а самое что ни на есть настоящее растение, которого здесь, в Приполярье, быть просто не должно. Ее семена из Карелии сюда могли занести или птица, или человек. Но еще недавно ива ни прорасти, ни укорениться здесь просто не смогла бы. Но повышение температуры всего лишь на пару градусов сделали свое дело. И ивы тут сейчас растет очень немало. Пусть и приходится ей нелегко. В одной из наших передач я уже говорил, что ива – уникальный источник салициловой кислоты. А настой или отвар из ее коры – полностью натуральные жаропонижающие и противовоспалительные средства. А так как лекарства я с собой в этот раз не взял, ее кора здесь, в тундре, мне вполне может пригодиться. Именно с такими незваными гостями, как вот эта ивка, которую я встретил по пути, связан один альтернативный заболачиванию сценарий гибели северных тундр. Допустим, что действительно происходит потепление, оно глобальное, оно страшное, и ближе к полюсам оно гораздо быстрее, чем вот у нас. Но, значит, не только мерзлота исчезнет, но и уровень океанов повысится. Тундра – это одна из ранних стадий в динамической системе тех мест. То есть, если условия будут подходящими, если будет диаспора семян необходимых в нужное время, и если мы не будем постоянно там гонять оленей и гонять на этих самых вездеходах, то тундра зарастает лесом. Но для этого должно пройти то время, которое в программе этой системы. Это могут быть столетия, а могут быть и очень многие столетия. Этот, как и болотный сценарий, тоже чреват потерями, поскольку в случае его реализации погибнут животные и растения, веками эволюции подготовлены именно к тем экстремальным условиям, в которых они живут тут и теперь. Резкая смена климата не позволит механизмам естественного отбора помочь переустроиться их организмам на новые рельсы, а стало быть, еще одним уникальным уголком планеты станет меньше. Благо, пока тут, в Заполярье, есть еще на что посмотреть. А это кусты голубики. Здесь, в тундре, она не выше карликовой березки, хотя в лесах средней полосы она высотой минимум по пояс. Но зато она тут точно такая же, сладкая и вкусная. Голубика, наряду с другими грибами и ягодами, еще один дар здешней, скупой северной природы, ради которого я и решился на столь дальнее и увлекательное путешествие. Ее кусты, при не меньшей, чем у черники морозостойкости, живут до 100 лет и по праву могут претендовать в этих холодных и суровых местах на статус настоящих долгожителей. И, кстати, это еще одна ягода, мне, лесному человеку, знакомая не понаслышке. Впрочем, в отличие от голубики, лешему адаптироваться к здешним северным условиям совсем непросто. Как вы уже догадались, не в пример местной флоре и фауне мы, люди, куда хуже приспособлены к этим широтам. Так что, если кто-то из вас решится повторить мой подвиг и отправиться в здешние места, подготовиться к такому путешествию придется заранее. Палатка, спальник, нож и котелок об этом напоминать опытному походнику вряд ли стоит, но есть при полярном путешествии и свои особенности. Первый совет не забудьте колышки для палатки. Тут тундра, деревьев нет, а стало быть, нарубить подходящих веток вряд ли получится. Второй, по той же причине не стоит игнорировать газовую горелку. Дров в тундре не набрать. Не рубить же на костер карликовую березку. И, вот об этом вы точно не подумали, крем от солнца. Несмотря на северные широты, светит солнце тут весьма и весьма ярко. Тем более, что в летний период оно почти не заходит. И ночи тут солнечные, белые. Ну, а если слишком светлый для сна ночью задремать вам не удалось, в тундре всегда найдется чем заняться. Лично я напоследок решил попробовать приготовить тот десерт из ягеля, который я ел в первой части нашей передачи. Но на этот раз сделать его своими руками. Готовы записать рецепт? Тем более, что, кажется, я дал слово настоящего лешего, что научу вас готовить то самое блюдо из ягеля, которое я ел в самом начале этого выпуска. Итак, сейчас середина августа и на Кольском полуострове еще продолжаются белые ночи. Слава Богу, полярный день закончился, но даже в белые ночи уснуть не так просто, особенно для жителей средней полосы. Что для этого нужно? Всего лишь ягель, вот он у меня варится в котелке, и моченое мороженое. Итак, как делается сладкий десерт? Сперва мы три дня вымачиваем ягель, ну, чтобы его очистить. Можно добавить соду, чтобы процесс очистки был быстрее. Потом мы буквально 15 минут отвариваем ягель и сушим его. И готовый ягель достаточно погрузить в пюре. Все. ягель прекрасно впитывает чужие вкусы. Для этого можно использовать чернику, бруснику, клюку, в общем, весь набор ягод скользкого полуострова. Достаем ягель, высушиваем его и едим. Не удержусь, все-таки попробую я. Еще не доделанный ягель. спустя сутки на жарком солнце сладкий десерт по-кольски будет готов. И так, даже тут в Заполярье среди мхов и камней настоящему знатоку не составит большого труда найти множество полезных и вкусных природных даров. Это и ягоды, и грибы, и даже ягель. Причем всем этим человека тундра готова одарить практически бесплатно. Что она попросит от нас взамен? Малого. Быть хотя бы немного благодарными этим уникальным местам. не разрушать их величественную красоту и попытаться ее сберечь. Благо, сделать это человечеству вполне под силу. Что ж, это кажется все, что я сегодня вам хотел рассказать. Благо, прощаемся мы ненадолго. До новых серий и новых путешествий! Субтитры создавал DimaTorzok